добрый день я андрей туманов и сегодня у нас в гостях врач ольга хризантемовна перевалова врач диетолог и дачник ольга хризантемовна вот я тут вспомнил вспомнил старый дачный анекдот два дачника встречаются в понедельник один еле ходит он говорит ты чё так еле ходишь да я вчера на даче был отдохнул хорошо вот я тоже сижу сегодня как раз понедельник отдохнул хорошо руки болят ноги болят ну как в мультфильме хвост отваливается скажите ольга хризантемовна научите сумму неправильно делаем что неправильного в нашем отдыхе как нам поменять все это чтобы все таки это не дачная каторга была а дачный такой вот рай отдыха давайте на эту тему добрый день андрей владимирович и наши слушатели и зрители я рада вашей передачке тут засветить что называется поговорить о полезных вещах действительно у нас очень много людей кто городской житель мы приезжаем вроде как на участок отдохнуть а потом назад домой в город чтобы отдохнуть от этого отдыха который был выходные именно потому что мы готовимся регулярно вот к этой работе тоже не у всех 6 соток у кого ты больше у меня лично 40 я понимаю каторжный труд его обрабатывать тем более что у меня нет никаких помощников я вот вместе с мужем вдвоем вот мы как эти два земляных червяка с утра до вечера на этому час ну так вот про подготовку если позволить если говорить о простых жителях мегаполисов или обычных городов которые ездят на выходные к себе на дачу или на участок поработать сейчас века картошку окучивать надо пересадки посадки там подрезание что-то такое каждый день делаешь я лично вчера ездил на поле но это мы делаем ежегодно собирать клубнику так вот мы три часа ползали по этим самым грядкам и собирали выбирали значит клубничку себе самосбор и это было под палячим солнцем на карачках что называется позе буквы зю и конечно потом когда разгибаешься и чувствуешь что у тебя оказывается позвоночник есть еще какие-то части тела то начинаешь понимать что это действительно труд что делать надо как-то себя подготовить у меня есть такая практика что я собственно хочу и нашим зрителям и слушателям советов если вы в системе не занимаетесь каком фитнесе какой-нибудь йогой встречами растяжками ну там не знаю ходьбой банальный не плавайте в бассейне то есть ничего то надо хотя бы утром позволить себе 10-15 минут потянуться в кровати вот мы утром проснулись глаза открыли и большинство людей такой сразу в голове сценарий чем не надо сегодня успеть сделать куда сбегать чё купить где успеть чего на работе очень короче дети семья мама папа внуки то есть у нас есть такой сценарий но не про себя как бы мы там в конце списка а я предлагаю начать себя это как профилактика возможных проблем со здоровьем которые нас ждут то есть проснулись и вот эти 10-15 минут надо сделать легкие растяжки в кровати прям от не вставая с кровати почему это считается самой такой простой методой я недолго говорю давайте давайте я тут как раз потянусь немножечко пока тениц да 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 так вот пока мы спали у нас мышцы были в состоянии полного расслабления и если мы еще спали под теплым уютным одеялом то они еще и согрелись что такое теплые мышцы я вижу что вы уже засыпаете да так вот вот эти самые мышцы связки сухожилия готова к тому чтобы их потянуть во все стороны и вот под одеялом под теплым состоянии вот этого вот как рассказать подготовки такой соматической надо сделать максимальное количество всяких подтягиваний растягиваний надо помять уши по массировать но раздувать щеки помассировать глаза по сделать себе такой массаж головы потереть уши подергать себя за все места вот все-все-все постучать себя везде и потянуться во все стороны и как сделать такое упражнение как будто вы идете вы лежите на кровати и главное чтобы никто не видел из посторонних а то могут отправить куда-нибудь никто не отправить это простое очень как бы вырабатывание будущий день особенно если вас ждут грядки извините козьба полоть там я не знаю ползать на карачках на своих любимых грядках так далее вот надо погнуться во все стороны разогнуться сделать разные упражнения стрейчики растяжки сидя лежа но не вставая и вот когда вы вот так вот помнете себя потянетесь вы уже как бы с чувством что вы себя как заветели подготовили связки мышц сухожилий можно встать и тогда приступить к плану своего дня да я добавлю что чтобы не подумали это не вместо работы а до работы хорошо вот вы сказали на карачках на корточках вот я все никак себе не выберу как лучше работать на корточках вот садишься начинают ноги болеть а вот на коленях начинают колени болеть да а как иначе просто вот ходить вот так вот нагибаться и тогда тогда все больно да все что выбрать какую какую позу для работы с землей андрей владимирович есть массовый пост можно лежа лечь на какой коврик такой знаете спортивный и лежим че делать там про полку можно сидеть на специальных маленьких стульчик такие сейчас продажи есть они пластмассы даже при привязываются к одному месту до 1 садишься он вот так вот выставляется то есть очень сейчас придумали инженеры массовым способом такой позе посидеть так чтобы ну так скажем потом можно было хотя бы встать и разогнуться вот можно на карачках можно надеть на колени вот меня муж он ползает на на колени это ужасно смешно выглядит со стороны но это единственное что он себе позволяет потому что потом он может стать разогнуться у него не болят коленки мы с ним горнолыжники у нас конечно нет ни одного искать живого места в организме чтобы не болело потому что 40 с лишним лет кататься на лыжах причем так хорошей скорости ну так вот можно на колениках можно на корточку я не могу на точку меня тоже все болит затекать поэтому я либо ползу на коленках либо сижу на скамеечке либо на пятой точке если мне так сказать надо в одном месте что-то делать ну а уж если ничего другого не остается то приходится буквой п стоять или как там буквы зю по-разному но для этого нужно иметь хорошие растя ну как в россии растянутые мышцы заднего бедра если можно так сказать вот с этим проблема с возрастом обычно это самая такая частая причина почему люди потом чувствовать себя плохо вот их побили палками потому что люди системно не тянут заднюю группу мышц ног ног то что надо делать вообще надо делать обычно да да вот это упражнение сел и нагнулся вперед и стараешься животом достать колени тянуться ладонями к своим ногам ухватите за пальчики но хорошо если рука уходит вперед еще я стараюсь вперед это очень хорошо это говорит о чем что мышцы спины мышцы ягодиц и заднего бедра находятся в состоянии хорошего так сказать растягивания эластичность мышц вот как раз этой зоны она позволяет нам что называется вот в этой неудобной позе находиться какое-то время но вообще на самом деле вот поработали чуть-чуть устали встаньте загнитесь походите по разминайте покрутитесь право влево сделайте наклоны право влево вперед назад любые упражнения которые помогают снять нагрузку с мышц спины вот и и это надо делать так часто как нужно чтобы вечер не чувствовать себя вот рабом эти грядок и не ругать себя что вот опять опять я приеду домой буду отдыхать неделю от этого отдыха на даче а я делаю по-другому я просто быстро меняю работу то есть если полишь что-то заболело вскочил взял лопату начал что-то копать устал побежал в другое место на даче столько много работ что менять это можно бесконечно и делать это можно бесконечно куда попал там там ты и пригодишься там и надо работать да так что вот так пытаюсь правильно вот единственное что у меня меня лично очень беспокоит ну кроме всего остального это руки вот я сейчас приехал ну во первых не отмывается как я их не тер все в занозах вот и кстати очень глубокие иногда занозы получаются просто иголкой их не выковыришь ну вот я понимаю как конечно вы посоветуете работать в перчатках да ну мужчин это как бы не возбуждает я не видел ни одного мужчину который бы работать в моей жизни вот я тоже не вот не могу и у меня есть много перчаток я чуть поработаю перчатками там пять минут и я куда-то теряю отложил и голыми руками и потом вот мучаюсь а занозы трудно вытаскивать как их правильно вытаскивать ну андрей владимирович давайте разбираться смотри те кто не работает перчатки конечно перчатки это защита от всего что какие лайфхаки можно вам посоветовать первое самое простое если не в перчатке вечеру руки как наждачная бумага смотреть на них тошно темного цвета под ногтями траурные кайма что называется сухие все в занозах значит надо распарить как вот я люблю картофельный отвар то есть картошку сварили там в любую мундире или так для ужина например да вот этот компотик это не выливаем бульончик который варился картошку еще лучше есть там солька была то есть солененький бульон от картошки вот этот крахмальный хороший бульон это отличное средство для рук вот после такой работы то есть загрузили руки в тепленький раствор вот этого картофельного бульона и подержали там ну 10 минут 15 сколько есть времени сколько есть вообще чем больше тем лучше уже вы почувствуете что руки стали мягкие что за но за можно легко удалить вот когда руки распарены и они мягкие уже мы уже легче а если добавить в этот раствор еще какой-нибудь жидкое мыло ну или шампунь что чего не жалко да то будет еще лучше то есть они по крайней мере отмоются и у них не будет этого черного цвета а уж если надо под ногтями черноту это удалить то есть еще проще способ то есть вот после вот такой ванночки для рук разрежем пополам лимончик и вот вот так вот как есть рука и в лимон туда запихнули это сказать вот эти все пальчики да и подержали сколько есть времени пять минут там меньше больше вот то есть вы когда потом посмотрите на свои так сказать ногти вы обрадуетесь они значительно светлели и главное стали живые живые вот вот таким вот образом то есть лимоном лимонным соком я лично так спасаюсь вот так что это простые способы как по крайней мере облагородить руки после труда ну а после всего этого, конечно, какой-то кремик хороший Спросите, а и ноги так можно? Пятки-то ой, черные пятки Ноги это вот самый, что называется, такой живой способ привести их в порядок да, можно сразу руки-ноги налить в тазик вот этого всего растворчик сделать такой, да, плеснуть немножко туда жидкого мыла и погрузить туда и ноги и руки и посидеть вот таким вот образом в ванну сразу ну это это уж совсем что называется жирно, да нет, я не против, я всегда за такие мероприятия спа-технологии, если есть возможность их сделать на даче, так отлично ну ладно, хотя бы привести в порядок руки и ноги вытащить занозы и пятки свои значит, раздолбанные как-то привести в порядок то это вот самый простой способ баночки то есть соль крахмальный вот этот раствор от вареной картошки немножко жидкого мыла и потом если пятки можно пемзы потереть можно обычным кремом для ног помазать а для рук вот и кстати еще если кто-то вот например, вы не любите перчатки то купите себе хотя бы защитный крем за рук он продается в любом косметическом магазине и вы намазываете руки этим кремом вот и они как что называется перчатка только такая что называется кремовая они хоть немного защитят ваши руки вот от этих всех что называется воздействий угу спасибо с этим понятно а со спиной что делать будем спина то болеет со спиной да но спина вот здесь вот это как называется поясница 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 да ну с поясницей что значит поясница есть у всех она у всех болит и даже у молодых да которые если они работают в такой неудобной позе само собой значит что есть простые варианты перед работой намазать кремом таким который который снимает боли перфорактирует ее как улучшает значит гибкость снимает гипертонус мышц зажимы там всякие так далее одеть пояс очень многие люди у нас дома штук шесть поясов разных фасонов и размеров которые которые утягивают поясничную зону не дают гипер и напоминают все время тебе о том что есть таймер на любую позу неудобную и если ты там поработал десять минут действительно смени сферу деятельности возьми чем другим займись или погнись сделай упражнения разные наклоны скручивание вот это оно самое вот и эти поясочки они в любом случае напоминают тебе что у тебя есть поясница и надо ее беречь другая не вырастет новый новый не будет лучше не будет будет только хуже а поясочек это такой широкий затягивается да смотрите есть поясочки даже со специальными пластинами которые как раз в зоне поясницы там фиксируют от гиперразгибаний от переразгибаний избыточных движений особенно неловких спина болит от чего от неловких резких движений то есть не размялся не согрелся схватил поднял перед собой неправильной позе или там попытался чего-то достать не дай бог упал вот и все и не скоординировался и конечно мышцы тут же спазмируется и потом будет болеть вот поэтому нужно размяться сперва с утра поясочек надеть и потом перед каждым таким резким таким-то движением действием надо подумать на случай а вдруг что-нибудь случится я упаду или там неровно стоит скамейка или какая-нибудь лестница короче надо думать наперёд о том что запчастей в организме нет сломается чего-то новое не вырастет и болеть будет долго на самом деле вот вот эти дачные травмы перерастяжения разрывы сухожилий или вывихи ну короче говоря такие мелкие травмы они увы долго болят потому что подумать вы хорошо говорите подумать когда я падал с бензопилой работающей из дерева с 5 метров подо мной каменистая горка была я на лету подумал а не разобьётся ли пила а камни вот такая мысль была первая а пиле а не себе конечно да пила железная у неё нету нервов ничего а у нас в организме увы есть нервная система вот это я привожу себя в качестве отрицательного примера да это хорошо я бы зацепился на излёте всё-таки штанами и телогрейкой и не долетел но было очень неприятно первый раз в жизни лазаю я по деревьям хорошо но вот как обезьяна с детства но понимаете рано или поздно наступает тот случай когда нога соскользнёт поэтому я уже понял что нужно действительно не не верить себя так на сто процентов что мне всё нипочём а осторожничать вот правильно да лучше взвесить семь раз отмерить и раз как бы куда-то полезть это самое главное включить в себе так сказать царя в голове чтобы сначала подумать что будет потом народ в основном на этом и прокалывается всё называется они не думают о последствиях а я как врач понимаю что ног сломаешь другая не вырастет значит зуб выбил другой не вырастет и так же ко всему остальному надо относиться и вообще вот с возрастом у человека самый слабый звеной такой двигательный аппарат на самом деле именно поэтому мы ломаем руки ноги вывихи то есть мы становимся неустойчивыми у нас координация движений она первая разрушается но кстати и лучше всего нарабатывается если её тренируешь поэтому если говорить серьёзно то людям вот 50 плюс надо всем ходить в фитнес и заниматься там теми видами упражнений которые тренируют баланс вот эту устойчивость координацию потому что именно она первый подводит людей в нашем возрасте если дело касается куда-то залезть что-то помыть окошко я не знаю там на крышу за каким-нибудь предметом на верхнюю полку в общем короче в основном мы падаем потому что нетренированный вестибулярный аппарат и слабой костной мышечной системы нет гибкости нет эластичности связок сухожилий вот по этой причине собственно травмы все неустойчивы да то есть вы вот так вот все активно намекаете что все таки надо перед работой растягиваться согревать все мышцы то что ну большинство конечно делать не будет потому что ну чего там это зачем побегу работать то есть а вы как я понимаю опыт спортсменов то есть перед любой тренировкой идет согревание растяжка а я для себя понял что если все таки немножечко уделите времени этой процедуре то больше можно сделать больше можно вспахать и поработать правильно абсолютно правильно так что это выгодно запоминаете это не просто растяжка что там девушки в фитнесе растягиваются да они растягиваются для того чтобы потом взять лопату грабли и упахать там несколько гектаров за раз да шутка это была да на самом деле вы правы что называется превенция или по простому по русски профилактика вот этих всех травм значит шиазов дипулитов то что чаще всего встречается не смертельность можно жить но качество жизни очень плохое и главное что работа стоит в этом случае а мы лежим охаем и пытаемся как-то там подлечиться хотя все это всего-то профилактика теперь вот поближе к диетологии знаете что говорят обычные люди перед отравлением чаще всего нет нет на что говорят да что ему в холодильнике будет то а вот да а вот дачный холодильник он как раз вот неделю стоял приехали там какие-то продукты может съедим да нет все уже сроки прошли да что ему в холодильнике это будет поэтому давай и все потом начинается вот по моему пищевые расстройства на даче ну в том числе там немытые овощи клубнику немытую вот я вчера ел пять килограмм немытой садовой земляники и земку ничего гибридов вкусная ой бабушка меня учила обязательно мыть но вот бабушку я не слушал и вроде ничего пока да ну и так далее много всего на даче можно желудком поиметь что посоветуете как нам быть может быть таблетка есть какая волшебная голова для этого есть вообще людей а в ней волшебная таблетка находится в голове это опять подумай сначала что тебе за это будет как вообще в медицине вот поэтому про дачное травление это уже называется классика жанра сказали да действительно люди оставляют в холодильнике продукты приезжают через неделю и не всегда успеваешь что-то купить а потом думать так а у меня там в холодильнике осталось тот 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 с прошлого раза там колбаса сосиски рыба банки открыты пресервы консервы или то что сварили неделю назад а тут пока нас не было свет отключили холодильник потек там все пропало потом снова включили оно вроде как заморозилось но уже не свежим уже с душком в основном народ делится на две категории первое значит а мне ничего не будет сели поели а потом разразилась вот эта вся история с так скажем пищевой токсикой инфекцией отравлением просроченными продукциями это просто сплошь и рядом что температура голова болит понос рвота тошнота слабость недомогания боли во всем теле работоспособность нулевая настроение плохое лежим пластом несколько дней вот это конечно уж совсем крайний случай вот умный выбросит и купит заново так и надо делать а на самом деле надо забирать все с собой чтобы в холодильнике ничего не оставалось вот мы так всегда делаем потому что у нас часто отключает свет такой бывает вот и мы знаем что приедем в холодильнике все пропало и зачем продуктам пропадать поэтому у нас есть переносной перевозной холодильник такой машинный мы туда все закладываем если что не съели и с собой в москву увозим и там доедаем пока продукты не просрочены но когда мы едем в следующий раз за город мы едем через магазин опять покупаем все холодильник вот загружаем приезжаем перекладываем в холодильник я всегда когда покупаю но это уже у меня профессиональное такое так сказать пунктик я тщательно изучаю сроки годности на всем особенно мясо птица рыба хлеб молочка полуфабрикаты я например люблю покупать куриные сердечки просто песня это мой любимый продукт источник большого количества энергии к энзиму 10 сердечко сердце не останавливается никогда не отдыхать в нем нет практически холестерина и нет жира а сплошной коэнзим как раз то что нужно чтобы была энергия работать вот я покупаю печенку потому что это то что нужно для крови крепкая кровь сильная чтобы опять работать эффективно вот я всегда смотрю на сроки годности этих продуктов чтобы они были ну не позже чем два дня с того момента как упаковали это важно причем у меня с собой вот такая специальная лупа в кармане я когда иду в магазин я с этой лупой значит внимательно смотрю на эти сроки чтобы не заполучить вот это самое травление которое мы говорим вот поэтому сроки годности свежей продукции сейчас слава богу полно магазинов таких сетевых где не заваливается ходите всегда в те магазины где большая проходимость людей где продукт не заваливается не ходите в маленькие магазинчики на трассе или где-то там где народу мало и там валяется все неделями и перебивает сроки годности в общем это опасные места для покупки продуктов ну а уж если случилось отравление то у всех наверное на даче есть аптечка у меня тоже то есть там есть всегда лапирамид на случай если пардон понос лапирамид 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 да ну это такое известное антидиарейное средство есть а если ты не слышал ни разу да ну значит записывайте все понял запишу лапирамид да удобное хорошее средство снимает гипертонус с кишечника вот эту моторную функцию вот и устанавливает диарею да вот антибиотики не надо если температуры нет там под 40 но если вдруг температура озноб то есть прям вот штормит колбасит глючит и плющит то тут надо то самое быстро вызывать скорую ехать разбираться потому что это бывают то очень серьезные вещи и сальмонолиозы бывают всякие отравления серьезные вот ботулизм вон сейчас история была рассказывали по СМИ травились люди фасоли в банк купили в банках фасоли ну ладно в общем короче говоря это касается очень многих людей клубника немытая просто классика жанра просто классика вот мы вчера на поле собирали клубнику был ведь на днях этот жуткий шторм да с дождем тропический ливень так эта клубника была вся в песке там уж хлистал видать этот дождь по земле и в этот песок весь на клубнике то есть я пожалел 30 раз что мы туда поехали за этой клубникой потому что надо было не ехать надо было понять что конечно такой дождь и она будет грязная с трудом мы нашли более-менее чистое там место что-то собирали но очень мало вот с расчетом на то что мы это заморозим и когда мы привезли это все домой я внимательно разглядела что это все не подвижить заморозки это надо вымыть и съесть и все потому что это клубника ну это точно наешься грязи всякой разной потом отравление сварение токсик инфекции но я вчера ел земклуничные гибриды земляничные клубничные гибриды под названием земклуника у нее стоячие цветоносы то есть она не ложится на землю и поэтому ягодки небольшие но чистенькие ароматные они такие нежные их пока донесешь до раковины помоешь они уже такие они уже теряют консистенция поэтому все предпочитают ее немытое есть да но я вот говорю что это неправильно да вы поддерживаете что это неправильно ну как бы закроем на это глаза то есть если вот она высоко и чистенькая то ешь на здоровье да и неопрысканная ничем и неопрысканные и кошки не ходили собаки ходят 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 ну бывает родители дети в основном страдают чем вот они как раз втихарят родители идут по грядкам собирают все подряд все в рот немытая естественно еще там редиску съели еще морковку выдернули а еще еще какую-нибудь ягодку нашли там походу вот грибы пошли сейчас грибы вот дождь прошел у нас вот на участке грибов я не целый пол ведра спала то есть у нас как дождь проходит грибы прямо на участке вырастают маслята тебе под биозовик большой участок лесной да у нас лес короче мы из леса навозили в свое время давно-давно еще лет 20 назад елки сосны они сейчас выросли и под ними вот грибницы очень удобно можно в лес не ходить да и вообще никуда не ходить вообще никуда все тут под рукой я про детей так вот дети они основные так скажем у нас как это называется то больные нет кандидаты кандидаты больные да то есть они сначала путетешку кошечек собачек своих да ежичка ежичка на котором паразитов целое море потискают да вот потискают сначала животных а потом на грядке и вот начинают все это что видят в рост собирать все после этого живот болит температура рвота тошнота родители начинают звонить скорую спасаться чем можно на самом деле надо что промыть желудок это первое но дети этого не умеют делать если взрослые то через одного на самом деле это самый простой и такой как вам сказать эффективный метод берешь теплую воду обычную кипяченую и начинаешь стакан за стаканом пить потом два пальца в рот и все назад стравить а морганцовки туда не надо? я помню нет это возможно но обычная вода теплая слегка она нормально выпивается и главное не надо думать и не надо нос зажимать надо просто механически быстро эту воду выпивать потому что сам по себе вот рвотный рефлекс он от чего от большого количества одновременно выпитой воды одноразовой и все и дальше рефлекс срабатывает и из желудка вылетает все что съел а заодно все микробы токсины яды какие человеку в этот момент мог проглотить с этим всем вот это надо делать быстро не раздумывая вот как почувствовали желудок заболел голова заболела набухает все чувствуя что значит вот отравился да не раздумывая надо промывать желудок не раздумывая эту методику вообще надо научить всех делать всех людей потому что тот кто это сделает быстро он быстро спасется на другой день уже гурится все даже на работу можно идти а тот кто будет думать ой да нет я это не могу делать ой это мне не подходит я лучше помучаюсь я какую-нибудь таблетку съем глупость ужасная чем дольше человек затягивает тем быстрее все всасывается и в кровь попадает естественно травление потому что это попадает в головной мозг отсюда все вот эти интоксикационные ощущения интоксикации быстро растает поэтому промывать желудок ясно ясно давление у большинства людей старше старше каких там 40-50 лет обязательно начинает проявление гипертонии да особенно на даче приехали нагибаешься в голову дает у кого-то есть лекарства у кого-то нет лекарства кто-то там подсел на вот эти вот всевозможные снижатели давления что посоветуете как обезопасить свою голову от давления прежде всего ну и что от давления может быть у нас же инсульт может случиться да если да да андрей владимирович этот как бы вопрос весьма себе непростой непростой да самый простой конечно это контролировать это давление вот даже есть приложение сейчас в интернете да мое давление очень удобная штука завел вот мы тоже завели с мужем такое приложение открываешь туда за ночь что и цифры давление и он подсказывает приложение подсказывает что делать если это случилось на даче и условно у вас есть риски что давление не упадет будет держаться может еще поднимется тут тучи набежали кто-то метеолеобилен там ветер дунул гроза тут собирается то есть это как бы дополнительная нагрузка на так скажем систему сердечно-сосудистую организма поэтому я думаю что это предложение первое подскажет что надо сделать что принять какое лекарство если оно есть надо принять если рекомендации ничего не делать лежите сегодня отдыхайте и не надо никаких грядок лопат там копать и так далее нагибаться ползать там на четвереньках где-то лучше этого не делать вот поэтому лучше пропустить этот день отдохнуть отвлежаться посмотреть телевизор чтобы почитать какую-нибудь литературу и не принимать алкоголь никакой потому что как известно давление поднимает соль и алкоголь особенно в паре то есть если люди приехали на дачу и еще и гости завалились да еще с алкоголем да еще шашлыками а у тебя тут давление поднялось или ты чувствуешь себя не очень хорошо то лучше отказаться от такого значит мероприятия или пускай они себе делают что хотят а я вздержусь пожалуй вот поэтому тут надо опять царя в голове иметь включить задний ход и не присоединяться это если так сказать есть царь в голове вот но в любом случае помним что превенция опять профилактика не важно себя чувствуешь не делай ничего отдохни другой раз делаешь когда будет получше если есть лекарства прими и не начинай работу не измерь давление вот любой гипертоник ну увы и так что называется современная медицина считает утром встал по мере давления и принимай мир а кстати какой лучше аппарат они же все какие-то такие неточные вот я пробовал то есть один раз делаешь одно давление через там минуту другое давление что выбрать для дачи какой обычный простой вот этот с этим самым с пивочкой с такой который надуваешь или электрический ну это неудобная штука конечно брать портативные айди хороший их они вон есть во всех аптеках лежат какие хочешь есть на пульс вот такие на пульс у меня и такой есть и сюда любой который только хорошо работает который более-менее ну не врет не врет этот человек каждый человек такой знает но на даче у гипертоников обязательно должен быть оно обязательно я еще предлагаю всем иметь барометр 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 да ну аппарат который показывает ну да да знаю атмосферное давление это у меня еще с практики институтской я когда после института попала в аспирантуру и работала в реанимации кардиологической у нас была шутка такая у нас висел вот такущий здоровенный барометр в реанимации и мы когда приходили на дежурство молодые врачи мы на барометр смотрели ага какое у нас будет дежурство спокойно и нам удастся поспать там да или мы будем носиться как ужаленные потому что будет скорая вести пациентов и знаете это точно вот есть масса людей метеолабильных среди них очень много гипертоник увы у них вот эта вот реакция сосудов очень такая лабильная что на стресс что на какой-нибудь поругались там я не знаю вот дальше вот атмосферное давление куда-то качнулось да или несколько факторов ругался с колорадским жуком это малая кровь гораздо есть больше приезжаете на дачу а у вас кроты все перекопали да мыши съели в доме чего-нибудь нагадили ну кроты не самая страшная на даче ну ладно можно придумать еще массу способов каких-нибудь расстроиться даже рулежка из Москвы выезжать особенно в пятницу и стоять в пробках в этих вот тебе стресс тоже а еще жара еще у тебя сидит кот там на заднем сиденье или собака бегает по салону да еще дети мелкие все так сказать устали всем плохо все пить хотят туалет там то есть вот тебе и стресс гипертоник приезжает на дачу меряет давление а у него уже там под крис понимаете вот поэтому вот эти вещи их надо как бы все профилактировать и думать наперед что мне будет вот когда вот такая дорога туда да еще там жара атомная или наоборот гроза тут надвигается половодие как было на прошлой неделе какой-то тропический ливень вот и все это вместе взятое конечно у человека стресс на стрессе сосуды суживаются кровь поднимается соответственно вот вам риски вплоть до инсульта да короче какая тут тактика первое подумать все профилактировать принять лекарства взять все с собой значит если лекарства на даче все иметь и тонометр и аптечка там должна быть быстрая помощь при высоком давлении уже нитроглицерин всегда надо иметь какие-нибудь капли сердечные да вот средства от давления обязательно в крайнем случае в машине вот вечно у меня всегда лежит тайский бальзам или вьетнамский типа звездочка да вот мы пробки стоим когда долго и жарко и противно все это у меня муж гипертон он тоже говорит дай-ка мне бальзамчик и я значит прошу его бальзамом натереть виски да да или вот тут сзади под волосами мышцы шеи помассируем еще сама это дело да вот есть вот здесь вот на руке точки кейгу которые есть смысл тоже этими бальзамчиками охлаждающими охлаждающими беленького цвета такого потереть понюхать прям в нос туда его наполкать как следует помассировать нос таким бальзамом да и знаете отпускает отпускает правда вот еще можно синусы вот эти каротидные тоже здесь помазать это вот как раз здесь находятся сосуды и синус каротидные каротидные которые реагируют вот на воздействие бальзамов вот этих вот тайско-китайских то есть этих вьетнамских бальзамов звездочку она есть и в любой аптеке и в жидком видите кстати маленькие флакончики по 5 миллилитров продаются все надо купить и все иметь в машине в аптечке дома и в общем по любому поводу этим пользуются особенно если жара и уже дурно становится в машине в пробках стоять вот то эти бальзамчики вот у нас они уходят быстро очень мы любим путешествовать летом куда-нибудь вот сейчас собираемся на фестиваль сыра в Кострому кстати каждый год ездим 29-30 в Костроме Андрей Владимирович будет проходить традиционный я люблю сыр вот фестиваль сыра афродизиак да мы туда приезжаем на несколько дней вот и покупаем там всякие сыры и ходим по этим ярмаркам вкуснятина пахнет все изумительно все все про сыр больше не надо а то я не обедал сегодня у нас наша передача потихонечку заканчивается последний такой последний штрих шапку надеваем во время работы или там кепку или сомбреро или бейсболку обязательно одеваем даже без звука значит тенечка печет это плохо для гипертоников это категорически запрещено купить себе любую пананку шапку не шапку как это называется бейсболку сомбреро чего хотите куражку ну в общем любой головной убор а лучше с таким вот козырьком чтобы еще и глаза беречь потому что ультрафиолет вреден для радужки надо защищать глаза если не темными очками так хотя бы вот этим козырьком большим вот чтобы не солнечные лучи не попадали на сетчатку глаза вот и еще хорошо бы помазаться каким-то анти спф кремчиком вот чтобы лицо нет лицо если лысина есть или у человека нет волос то есть смысл тоже это место помазать а как же оттуда падают лучи и вообще вот говорят же метеорологи что в этом году какое-то атомное солнце вот все лето будет поэтому надо всем это учитывать и здоровым и не очень вообще то есть с голым торсом весь день стараемся не работать нет особенно с 11 до пяти до полпятого надо одежды или вообще дома находиться в общем все дела надо сделать до 11 и после пяти уж такие которые на открытом воздухе на солнце когда солнце не такое атомное солнце убьет это надо понимать оно конечно без него жить нельзя вот сейчас есть солнце хорошо нет его плохого настроения сертанин не вырабатывается это все нужно но все вот надо дозировать опять же и голову обязательно защищать спасибо Ольга Хризантемовна ну я даже не спрашиваю что вы хотите пожелать нашим зрителям что вы хотите пожелать да с толстым удовольствием пожелаю и вам в том числе и себе прежде всего я хочу пожелать провести это лето если мы о даче говорим на своей любимой даче на загородном доме в деревне первое с пользой для здоровья то есть да все эти наши так сказать загородная жизнь она нам подарена судьбой и надо ей наслаждаться а не мучиться да и надо так дозировать свое здоровье свое время общение с близкими чтобы это доставляло радость кайф и удовольствие и не угрожало нашему здоровью никак ну а если вдруг прокололся или так скажем не подстраховался чтобы хотя бы рядом были надежные люди которые помогут а дома была аптечка и вообще царь в голове я считаю это самое главное превенция профилактика всех проблем она вся начинается с продумывание что мне за это будет если я вот не профилактируюсь спасибо теперь я как приеду на дачу я первым делом буду вспоминать вас и буду стараться следовать вашим советам потому что они действительно полезны они помогут нам сохранить наше здоровье быть веселыми и довольными и наслаждаться дачей а не мучиться когда все болит спасибо вам огромное хорошего дня счастливо спасибо